Балерия Управляться с оружием годами учил Лесю ее муж. Он воевал против российского нашествия с 2014-го. Три года назад погиб, выполняя боевое задание. Тогда женщина осталась одна с трех командировок. Все это время артистка поддерживала связь с побратимами мужа, поэтому именно к ним отправилась, когда началась большая война. В марте Леся дежурила на блокпостах, волонтерила, а еще помогала вывозить людей с Киевской области. И вот я вижу, что мы подъезжаем к блокпостам, а машины все разворачиваются назад, как-то странно. Я подъезжаю к ребятам, спрашиваю, а почему все разворачиваются? И мне говорят, есть информация, что там российский десант высадился. Если вы будете ехать быстро, вы проедете. Жмите на газ. Самый страшный для Киевской области март, когда часть региона была под оккупацией россиян, Леся провела в терробороне. Позже военные убедили ее, что справятся сами, а Леся пусть продолжает борьбу уже на культурном фронте. Этим роликом артистка и ее коллеги из национальной оперы наглядно показывают – искусство не может быть вне политики. Чтобы привлечь внимание людей к балету и сказать, что балет хоть и молчаливое искусство, но мы тоже граждане Украины. В каждом движении балерины показывают, какую танцевальную аутентику веками пыталась подавить Россия и продолжают душить до сих пор. Этот разрушенный дом культуры в Ирпине – яркое тому доказательство. Война сменила репертуар национальной оперы Украины. Здесь отказались от русской классики и сосредоточились на европейской и украинской. Это тоже вклад артистов в культурную борьбу. Очень важен и культурный фронт, потому что Россия воюет с нами и культурой. Как балерина говорю – Россия воюет с нами и балетом. Мы все герои, мы все едины, мы все объединились для победы. Мы все, каждый делает, что умеет, что может. Несмотря на то, что артистка вернулась на большую сцену, она не поставила точку в сотрудничестве с армией. Она продолжает тренировку по стрельбе и готова пойти на фронт в любой момент. Данил Самсонов, Владимир Коваленко. В рамках марафона на канале Freedom.